Инструмент. Инструмент это то, если вот эта технология в голове у человека, автоматическое решение, это как вождение автомобиля, да, оно автоматическое решение у него заложено, например, человек открывает рот и все делают то, что он говорит. У него промачено такой метод, как эндорик. То есть здесь этот инструмент, ну как лопата, то есть оно уже изготовлено, уже есть. И человеку, например, ему просто надо уметь этой лопатой, эту лопатой стрессовать. У юристов вот с инструментарием большие проблемы. Очень долгое время у юристов не было никакого инструмента. Кстати, я говорю, юрист лопата, я не знаю, в чем это еще может быть. С ручкой, да, юрист с карандашом. Ну, какой это инструмент, да? Ну, конечно, инструмент лучше, чем палочек писать на песке. Но все равно очень долгое время у юристов не было инструмента. В последние годы кардинально изменилась ситуация. Кардинально. Она изменилась из-за двух причин. Причины, первая, это коммуникация изменились. Коммуникация. Это составили сети. Сеть интернет. Это же теория, это же инструмент. Инструмент для чего? Для общения. Представьте себе, там, в древней Греции, там, в скайпе зайти невозможно. Не найдешь меня дочку. Сейчас появилось это кардинально новое. Кардинально новый инструмент. Тут можно ли юрист использовать сеть для своей деятельности? Конечно. Более того, если юрист имеет сети, его вообще нет. Еще пару лет, и все. Этот труп, он просто такой, у тебя что, сети нет? Ты что, труп? Ты что, ненормальный какой-то? Обязательное присутствие сети. И следующее, что изменилось, ну, это наличие ВМ, ну, вот этих машин, самих машин, которые могут в автоматическом режиме алгоритмы какие-то осуществлять. То есть какая-то программа. То есть может уже быть какая-то программа, она веществленная, которая что-то совершает. Даже без человека. Есть такая лопатор. Лопатор, компьютер. Телефон, все штука. Итак, что в последние годы у нас какие инструменты появились? Три инструмента, я сам их вам проговорю. Первый. СТС. Кто знает этот лопатор? Как называется? Это же инструмент? Это инструмент. Попробуй, юрист, протекующий, что-то сделать сейчас без СТС. Это нереально. Ты лезешь в поисковик, заходишь на агарант или консультант и ищешь этот документ. Кто не умеет работать с СТС, в сумму и норму не лезет. Ну что, вы говорите, что вы говорите. Открывать открытие – это просто и нереально. Это одно из первых, что появилось у нас из юридического инструментария. И это кардинально применяло юридическую профессию. Прямо на глазах. Представляете себе, две тысячи лет юридическая профессия не менялась. А тут на нашем днем. Сказывать, что не повезло или не повезло. Мы с вами скажем во времени, когда кардинально изменяется юридическая профессия. Из-за вот этого гадости и из-за вот этой гадости сейчас все по-другому. Следующее – это конструктор документов. Также программа. У каждого юридиста сейчас есть шаблоны, шаблоны документов, которые он заполняет. Следующий этап – вот появился график про документы сети. Что это такое? Это интеллектуальный опросник. То есть, вам задаются вопросы, вы тогда очередь ставите или что-то заполняете, и в результате нажимаете «Готово», и вам выдается юридический документ. Вообще, человек – это мужик. Вы же работаете сами, да? То есть, это электронный юрист. Человек там вообще уже один раз написал программу. Ну, конечно, не так. Я просто работал с этими программами, и с этими программами разберется только юрист. Чтобы правильно заполнить, все равно нужен юрист. Ну, вообще, юрист должен этот инструментом владеть. Если он не владеет, он просто на этом рынке не сможет дальше существовать. Ну, это чуть лучше. Если СПС – это уже настоящее, это уже чуть-чуть будущее. Мы смотрим, хотя программа уже есть. Третье, последнее – это электронная правосудия. В правосудии что это такое? В правосудии это разрешение на суде. Ну, если одна сторона хочет так, другая сторона хочет так, как может ли программа заменить судье? Вот это его, ну, как там, вот это было как написано, там, усмотрение судьи, да, вот это вот как-то внутреннее его какое-то. Я все хотел бы посмотреть, где у судьи, вскрыть и посмотреть, где у нее это внутреннее убеждение, что это такое. Это все алгоритмизируется. Вы знаете, что уже сейчас есть электронная правосудия? Уже люди и судят электронную правосудию. Ну, штрафные выписывают. Да? В автоматическом режиме. Выписывают штрафы, это есть электронная правосудия. Или, вот у меня тоже, ну, по электронному магазину покупаешь что-то, если ты не с товаром на eBay, ну, и другие программы такие. Если вы не согласны с товаром, не качественный, вы направляете претензию, и там подключается электронная правосудия. Задают вам вопросы, вы отвечаете, та сторона отвечает, там видно, что человека нет, это уже программа. Но в ходе вот этой постановки правильных вопросов и алгоритма общения, конфликт разрешается. Положительность. Положительность. И я удоволен, и поставщик тоже удоволен. Это что-то, конечно, интересное. Этим мы с вами вообще будем заниматься. Это для того, чтобы вы знали, что это существует. Эти инструменты. Инструменты. Пожалуйста, какие есть у вас вопросы по этому поводу. А что плохое в том, чтобы коммуникации и ВПМ развивать в последнее время? Ну, является причиной ответа от этого инструмента? Ну, в данном случае я говорил это с иронией. Да, то есть, я говорил с иронией, я не считаю, что это плохо. Потому что это мир, это жизнь такая. Да, они развиваются. Это невозможно остановить. Я могу, конечно, плакать, потому что, ну, плакать почему? Потому что я, ну, этого не знаю. Да, это не надо переучиваться каждый раз. Ресурсы свои напрягать. Но я ничего с этим не могу делать. Знаете, вот эту историю, когда раздевали паровые машины. Да, появились паровые машины, и люди лишились работы. И они стали их ломать. И что вы думаете, как их машина пере... Они исчезли? Они исчезли. Это закономерность, это будет. И у нас с вами два варианта. Или уйти в покое, вы умирите. Или пристосоветесь. Восставить это все и начать это использовать. Потому что нам будет работать всегда. Ну, нам, это тем, кто это освоит. Всегда. Ну, по крайней мере, вам и где-то до четвертого поколения вашего потомок. Вам хватит. Если вы есть, вот это научитесь. Ага. Пожалуйста. Есть еще вопросы. Хорошо. 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 Продолжение следует...